Уважаемые друзья, здравствуйте! Вот у нас стал тот момент, когда я хочу рассказать вам о своем личном мнении по поводу современных китайских смартфонов. Сейчас очень много выпущено моделей. Очень модно сейчас смотрен процессор MTK6589. Он сейчас является лучшим. После того, как рынок насытился этими моделями, китайцы выпустили продвинутый турбированный процессор MTK6589T. Потом начали в массовость запускать модели. Изначально стандартом являлось 1.16, точнее 1.4 ГБ встроенной памяти и 1 ГБ оперативной. В массовость потом начали внедрять версии моделей 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной. И потом китайцы решили, что им мало и они захотели внедрить 2.32. Те самые 2.32 версии, топовые версии каждой из серий. То есть есть такая версия же EUG4 Advanced, UMI X2 2.32, iOcean Elite, TeShell W8S 2.32. Но я хотел вам задать вопрос. Очень часто сталкиваемся с тем, что клиенты звонят и говорят, хочу купить iOcean Elite, хочу UMI X2 2.32, хочу там 2.32. Мы у людей спрашиваем, один вопрос задаем, зачем вам 2 ГБ оперативной памяти? На что мы получаем двоякий ответ. Либо человек говорит просто, смеясь, да я сам не знаю. Либо человек просто говорит, что хочу и все. То есть хочу, вот хочу. А, говорит, что не хочу и все, а говорит, что так он же будет работать в два раза быстрее. Ну люди, ну вы бы разбирались, вы бы разобрались с этими понятиями, для чего, что нужно. Я хочу вам просто поделиться своим опытом. Держал модели и 2.32 с обычным процессором, и 2.32 с турбированным процессором. И модели с 1.16, опять же с турбированным, опять же с обычным процессором. Я могу вам сказать лишь то, что выбирайте смартфон для себя по своим надобностям, то есть по своим предпочтениям. Не гонитесь, пожалуйста, не гонитесь за вот этими пресловутыми 2.32 оперативная встроенная память. Не гонитесь вы за вот этими вот Full HD разрешениями экрана. Выбирайте смартфон для себя по факту. Если вам нужен долго работающий смартфон, автономность, чтобы была огромная. Сейчас вышла флагманская модель Lenovo P780. Супер технические характеристики, 4000 мАч аккумулятор, обратите внимание на нее. Если вам нужна модель с большим, четким, классным экраном, если вам там в автомобиль GPS, чтобы работал, выбирайте себе Full HD модель, но не требуйте, пожалуйста, от нее, чтобы она работала с современными играми без проблем. Этого не будет. На данный момент с Full HD экраном процессор ни стандартный, ни турбированный не может справиться с играми. Поэтому, если вы хотите играть в игры, выбирайте себе смартфоны не с Full HD экраном, а с разрешением обычным, стандартным. И это все не просто так. Я записывал видеообзор, я снимал THL W8 с HD экраном. Я снимал, сравнивал его с W8+, у которого Full HD экран. На видео отчетливо видно, что разницы на глаз, без, скажем так, вглядывания в эти пиксели, в эту плотность пикселей, ее нет. То есть, по факту, ну, я так понимаю, просто вот из опыта, что человек просто гонится за цифрами. Человеку нужно сказать, что вот я купил китайский смартфон, у меня разрешение, как у тебя, допустим, там дома на телевизоре, там Full HD 1920 на 1080. И это, мол, круто, это вот, ну, это классно. Я, если честно, этого не понимаю, потому что, ну, бывает, человек говорит, я хочу играть в игры, там, я хочу, буду играть в современные игры, будет ли он тянуть? Мы говорим, нет, не будет. Человек говорит, что это такое, ну, почему, там, вот, видел обзоры, там, какие-то игрушки Angry Birds запускают, там, Run, вот этот вот, который бежит. Просто, ну, это простенькие игры, запустите вы нормальную игру на них, и вы увидите, как оно все будет работать. Очень много комментариев у нас, моим видео о том, что вот, у вас тупят, у других не тупят. Ну, покажите мне, где не тупят игры Most Wanted, где не тупят игры Modern Combat 4, где не тупят игры Real Racing 3. То есть, все зависит от, во-первых, от прошивки, точнее, во-первых, от железа смартфона, с которым пока он не справляется, то есть, с такой графикой. И все же зависит от прошивок, но это уже все второстепенно. Именно поэтому я хочу, ну, я не боюсь снимать такие обзоры, говоря, что 2.32 и Full HD, оно не нужно. Я не боюсь, потому что всегда найдется множество людей, которые просто-напросто будут принципиально покупать 2.32, принципиально покупать Full HD. То есть, не будут покупать версию iOcean Young, которая на 600 гривен, там, на 500 гривен дешевле. Вот хочу Elite, вот хочу 2.32 и точка. Ну, таким людям очень сложно что-то объяснить, что-то переубедить их. Ну, хотят, так хотят. И таких людей очень много, ну, то есть, я абсолютно не опасаюсь. Почему перед вами все это время вот эти крутятся 2 смартфона? Недавно к нам пришел W200. Модель мне очень понравилась. Вот в моих руках W8s, тот, который Full HD, тот, который 2.32. И тот, который, ну, по факту, по цифрам считается лучшим. И экран у него Full HD, я уже повторяюсь. Данная модель не имеет 2.32, имеет 1.8 всего лишь, ну, просто-напросто. Имеет обычный экран HD, разрешение 1280 на 1720 точек. А по факту, на вот этом смартфоне идут абсолютно все игры. Все, что я не запускал, все самые тяжелые. Все идет без проблем. На этом смартфоне тот же Most Wanted Tupit, а в нем 2.32, ваше пресловутое 2.32. И плюс, я был очень удивлен матрицей, матрицей этого экрана и матрицей этого экрана. Несмотря на то, что тут Full HD, а тут у нас обычный HD экран, я не знаю, как видно вам сейчас на камеру, но я на глаз вижу сумасшедшую разницу по яркости, сумасшедшую разницу по сочности экрана. Даже вот значок Antutu, тут у нас он отчетливо беленький, отчетливо такой яркий. А тут он у нас по сравнению, он просто серый, он просто темный. И это Full HD экран, а тут обычный стандартный HD экран. Я могу это подтвердить, опять же, через тот же Antutu. Что, ну, как бы, да, цифры есть цифры. Вот, 1900. И тут вот он стандартный. То есть, я хочу сказать вам, что цифры есть цифры. Да, цифры это технические характеристики. Но звоните нам, спрашивайте, консультируйтесь, говорите, для чего вам нужен смартфон. И мы будем вам советовать хорошую модель, надежную, именно для ваших целей, именно то, что вы хотите. Не зацикливайтесь вы на цифрах, на вот этих вот 2.32, на этом турбированном процессоре. Единственное, что, да, я 100% вам даю гарантию, что турбированный и обычный процессор, есть разница. То есть, именно от процессора, именно от его графического ускорителя, тот, который в него просто-напросто вшит. И зависит сама производительность смартфона. Производительность не будет зависеть от оперативной памяти. Будет у него 3, 4, 5 гигабайт оперативной памяти. Будет все равно. Оперативная память будет влиять только на то, что вы одновременно смартфон заставите обрабатывать там 2-3 игры. Но зачем это делать, если есть вот такие вот программы, вы заходите, обнуляете оперативную память, все, ее достаточно для любой игры, этого гигабайта с головой. То есть, абсолютно нет никакой разницы. А если нет разницы, то тогда за что вы переплачиваете вот эти вот 400, 300, 500 гривен? Ведь 2.32 версии, они стоят гораздо дороже, чем облегченные на 1 гигабайт оперативной памяти. И это правда. То есть, это не только у нас в магазине. Это наблюдается такая ситуация абсолютно везде, и во всех магазинах в Украине, в России, да и в Китае. Тут тоже цены эти все видите, на PandaVille, на AliExpress. Именно поэтому я вам советую, во-первых, сначала перед выбором телефона, какой вы хотите купить, определитесь с тем, для чего он нужен. Что вы будете делать? Будете ли вы играть на нем в игры? Или вы хотите смотреть фильмы? Или вы хотите, чтобы вы могли уехать в командировку на 4-5 дней и вообще не брать с собой зарядку? Звоните нам, говорите эти, скажем так, необходимости ваши. И мы подберем вам классный смартфон. Еще хотел одно сказать. Не покупайте вы копии. Не покупайте вы копии на эти HTC, на эти Samsung. Отдавайте предпочтение оригинальному Китаю. Отдавайте предпочтение Lenovo, Zopo, T-Shell. Это самая надежная модель. У нас практически по ним нет брака. По всем другим моделям, как правило, если что-то ломается, очень тяжело найти эти детали. Очень все это проблематично. На оригинальных китайцев довольно-таки легко. И опять же, заканчивая нашу тему разговора, ну давайте я попробую показать, потому что я вживую, глазами я вижу разницу. Разница колоссальна. Я не знаю, как видно ли это на видео. Но давайте я попробую вам показать углы обзора. Лично для меня, я когда вот смотрю вот под такими углами, ну конечно, угол обзора у меня сейчас совершенно другой, но у меня картинка на W8S, она просто-напросто, уже под такими максимальными граничными углами обзора, она просто покрывается какой-то такой белой пленочкой, и уже ничего не видно. А дисплей на вот этом вот смартфоне по-прежнему передает четкую, яркую картинку, то есть реальную, то, что есть по факту. И меня это очень радует, что это можно показать вам, чтобы вы это все понимали и видели. Надеюсь, это видно. Будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Наверное, будет очень много негатива, очень много будет со мной несогласных людей. Но я уверен, что будут люди, которые подходят к этому всему осознанно и со мной согласятся. Именно поэтому, если вам нравится мой обзор, если вам нравится видео, подписывайтесь на наш канал, мы будем делать для вас максимальное количество обзоров, максимальное количество сравнений. Даже сейчас я вижу разницу в этих моделях, и, наверное, видите и вы. Поэтому, кому нравится, ставьте лайки. Кому не нравится, пишите комментарии, будем вам отвечать. Всего доброго вам. Спасибо за внимание.